Пока глава семейства готовится в храме к службе, в его семье завершаются предпраздничные хлопоты. В доме священника Сергия Рыбакова нет даже телевизора, зато есть атмосфера домашней церкви, которую поддерживают он, супруга Ирина и пятеро детей. Они с удовольствием украшают пасхальные яйца и ждут, когда папа из храма свяжется с ними через интернет. Привет, папа! Смотри. Чем вы закрываетесь? Мы тут яйца наклеивали на плавки. Готовились к празднику, к твоему приходу. Священник обязан в праздничный дни совершать литургию, но семью с собой решил не брать. Тем более, что служба транслируется, а детям ночью и вовсе положено спать. С мамой дома остались четыре сыночка и лапочка-дочка Елизавета, Вячеслав, Тихон, Герман и Марк. По мнению родителей, научить детей домашней молитве не менее важно, чем присутствие в храме. Если дети с детства впитывают вот эту атмосферу молитвы, тепла, уюта, такого чистого, светлого христианского праздника, то я думаю, что когда они вырастут, будут их согревать эти воспоминания семьи, счастья, такого тепла. И вот самый торжественный момент. В семье Рыбаковых праздничный тропарь знают даже младшие дети. Пасха только начинается, а у детей свои планы, как провести праздник. Мне нравится Пасха тем, что все радостно, поздравляют все, настроение праздничное, молитвы. Ровно в полночь возглас Христос Воскресе раздался во всех храмах епархии. В главном соборе Самары, Софийском, митрополит Самарский и Новокубышевский Сергий провел службу. Ее трансляцию ввели несколько телеканалов, в том числе и Самары ГИС. В этом году Светлое Христово Воскресение большая часть христиан мира встретили дома, что, по мнению православных проповедников, совсем не страшно, ведь это проверка того, как христиане научились выстраивать домашнюю молитву, а значит и свою малую семейную церковь. Олег Зверев, Николай Сидоров, События.